Пока я служил в армии, я наблюдал очень много, очень часто, что, наверное, один из самых не просто востребованных, а сверхвостребованных товаров, сверхвостребованная продукция, это сигареты. Вот даже шоколадки, напитки, какие-то там одежда, обувь, какие-то расходные материалы, они, пожалуй, не столь востребованы, наверное, сколько сигареты. Это прям сверх какой-то востребованный товар. Это как бы да, я понимаю, что сигареты помогают расслабиться, но вот опять же, мне кажется, что особенно молодым людям не хватает, не хватает им думать на перспективу, то есть они этого не делают. Они не думают на перспективу, не думают на долгосрок. Вот так если подумать в долгосроке, если часто курить, что-то этого будет. Поэтому лучший способ не начинать, не привыкать, это вообще не начинать это абсолютно, вообще не трогать, не начинать это совсем. Вот и все. Потому что если посмотреть, если, вернее, подумать о в течение года или даже более, как я уже сказал, даже в течение всей жизни, какие расходы, эти расходы можно сопоставить с, ну, смотря кто как курит, конечно, кто-то больше, кто-то меньше. Это может быть какой-нибудь персональный компьютер, это может быть целая машина. Поэтому зачем так делать? Я считаю, что больше полезного надо привносить в нашу жизнь, как в плане привычек, так и не только привычек. Ну, самое главное, самое начальное – это привычки, самое единичное, самое простое. И уже от привычек все остальное формируется. И вот задумываться вообще на долгосрок. Вот это вот, к этому я призываю. Задумываться на долгосрок, потому что в долгосроке курильщики не выигрывают. В краткосроке, да, они кое-что покажут. И те, кто любит выпивать, это да. Но в долгосроке вообще нет. Продолжение следует...